Добрый вечер, дамы и господа. 19 часов и 4 минуты у российской столицы. Это ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Меня зовут Юрий Пронько. Сегодня у нас будет очень интересная тема. И сегодня появился доклад, который слегка нас поправил в теме. Мы, безусловно, будем обсуждать то, что происходит сейчас в России. Те политические течения, те признаки, я надеюсь, существования свободы и демократии в стране. Но, безусловно, обращает на себя пристальное внимание доклад, который сделала компания «Минченко Консалтинг». И, в общем-то, это такой приговор, как я считаю, путинской России. Политбюро 2.0. В общем-то, так можно перевести. Власть России перешла в руки нового политбюро, как это было, в общем-то, в советское время. Но там есть отличительная черта. Они не собираются кружком, вот, понимаете, они не собираются вместе. Я так предполагаю, что они, конечно, знают друг друга и знают генерального секретаря, в общем-то, главного модератора всей этой структуры. Но, тем не менее, вот особенность такая. Если советское политбюро, политбюро ЦК КПСС собирался, там, я не знаю, у них, по-видимому, и регламент был какой-то, там, раз в неделю или раз в месяц, я уж не знаю, там. В разное время по-разному. Это Евгений Митченко, собственно, тот человек, который сегодня и взорвал информационное пространство. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Также Михаил Ремезов, Институт национальной стратегии. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. И Алексей Мильников, партия Яблок. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели, 651099, 6, код Москвы 495, для звонков финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Я сейчас подключу и, собственно, личный аккаунт в Твиттере. Туда тоже сможете писать. Так что всеми средствами связи пользуйтесь. Евгений, я хочу задать вот вам этот сакраментальный вопрос. Вы зачем это написали? Зачем тайну? Тайну Кремлевского дворца открыли. Да ладно, ну какие тайны? Ну, во-первых, могу сказать, что эта модель Политбюро, она во внутренней аналитике используется достаточно давно. Уже лет пять, наверное. Просто для нас политическая аналитика – это все-таки побочный вид деятельности. У нас основная работа – это политконсалтинг, лоббизм, имиджевый консалтинг. И, собственно, просто последнее время большой интерес был со стороны инвесторов, в частности, по поводу того, какие сценарии развития событий, кто принимает решения. Мы решили какую-то часть нашей внутренней аналитики сделать публичной. Небольшую часть. Вот. И, ну, судя по тому, как сегодня мне звонили некоторые кандидаты в члены Политбюро, там, коллеги. Фигуранты этого дела. Да, да, да. В общем, в основном отклик достаточно позитивный. Люди звонят, говорят, ну да, примерно так оно где-то и есть. То есть, страной правят группировки и кланы, я правильно понимаю? Ну, послушайте, ну, а что нового? Почитайте, на самом деле, западную литературу, вполне респектабельную, элитологическую, о системах принятия решений там. Начиная там от классических книг про кухонный кабинет Джона Кеннеди. Вот я на днях как раз там перелистывал перед публикацией этого доклада монографию британских авторов о кругах влияния британских премьер-министров. Они всех проанализировали, начиная от Черчилля и заканчивая предыдущим премьер-министром. Вот, то есть, в принципе, ну, это вполне такой респектабельный жанр. И у меня там не было никакой абсолютной идеи сказать, вот, смотрите, вот они какие там. Ну, просто есть... То есть, вы хотите сказать, что Россия ничем не отличается от Запада? Нет, она отличается. У нас, несомненно, уровень вот этого неформального фактора на порядок выше, чем в тех же самых штатах. Хотя, ну, так вот, если по большому счету смотреть, можно того же самого Обаму анализировать с точки зрения клановой. Понятно, там три клана как опора семейных, два семейных клана Кеннеди и Клинтонов и так называемый Чикагский клан. Но, кроме этого, есть еще, в общем-то, достаточно большая база поддержки в регионах со стороны различных групп, там, с этим, лоббистских ассоциаций. Причем, не только, там, с этим, лоббистских ассоциаций крупного бизнеса, в чем принципиальное отличие. Потому что у них действительно есть социальные группы какие-то конфессиональные, расовые, кстати говоря, которые тоже лоббируют, продвигают свои интересы. Вот у нас эти коалиции, они верхушечные, они не растут дальше, или эта коалиция, она неформализованная. Ну, то есть, грубо говоря, смотрим структуру голосования за Владимира Путина на последних президентских выборах. И смотрим, какие регионы больше поддерживали, там, национальные республики, например. А какие меньше, да, центральная Россия. Вот, и понятно, что, в принципе, наверное, есть какие-то здесь корреляции, но это, скорее, договор-то не с людьми, не с населением, а с их начальниками. Вот, в том-то и дело. Вот это и есть принципиальное отличие. Я хочу спросить, вот, у Михаила. Вы тоже разными исследованиями занимаетесь, да? Вы также приходите к выводу, что, в общем-то, президент — это только некий арбитр, и не более того. Сильный, серьезный, самый влиятельный, то есть по морде может дать сразу и почувствует все. Ну, я имею в виду вызвать докторов, да, и скорую помощь. Но все остальное, на самом деле, не подконтрольно ему. Он один из, пусть и самый влиятельный. Еще просто ваш взгляд на нынешнее российское управление услышать. Ну, в общем, да, я не разделяю представление о том, что у нас существует такой абсолютизм, когда все решения сфокусированы в одной точке. То есть Путин не монарх? Ну, скорее конституционный монарх, чем абсолютный. Вот, ну, в некоторые периоды абсолютные монархи были обставлены довольно большим количеством ограничений, на самом деле. То есть, безусловно, то, что у нас есть, это некая коллективная форма правления, коллегиальная форма правления. Что абсолютно естественно, потому что политика командная игра. И, в общем-то, надо сказать, что и пришел к власти Путин как гарант сохранения позиций некой правящей группы. То есть, как командный игрок. Да, как командный игрок, абсолютно верно. Как игрок, который должен был соблюсти интересы команды. Состав команды за этот период поменялся. Здесь, знаете, у нас интересная ситуация. Сегодня 21 августа. Очень все символично. День новой России. Я думаю, что, Евгений, специально это так приурочил. В каком-то смысле можно сказать, что у нас состав правящей команды поменялся полностью, но правящая команда не поменялась. То есть, вот за счет неких ходов преемственности. Ну, условно говоря, если состав команды «Спартак» полностью поменять, это будет та же самая команда, да? То же самое «Динамо». Вот нами правит команда «Динамо». Команда «Динамо» начиная с 91-го года. Ее состав полностью... В буквальном смысле этого слова. Я имею в виду намек на силовиков. Вот, значит, ее состав полностью поменялся. Но в каждый данный момент совершались некие ритуалы и акты преемственности. Значит, и от семьи Ельцина, условно говоря, к будущей элите Путина. Да, вот состав менялся, но вот эта вот преемственность имеет большое значение. И вот эта команда, она держит власть в стороне. И, в общем, многое подчинено именно тому, чтобы сохранялся некий статус-кво, некая стабильность в распределении власти и собственности. То есть, легитимация всего того, что было достигнуто за эти годы. Да, безусловно. Легитимация этого периода, так сказать, постсоветской России... Я имею в виду не только политическая, но и экономическая статус. Да, важная часть, так сказать, важное условие выживаемости политической этой команды, безусловно. Это Михаил Ремезов. Алексей, ваш взгляд. Все-таки вот как-то меня на самом деле коробит группы, группировки, кланы. Слова-то какие, да? А фамилии-то какие там все громкие? А у нас получается... А мы-то кто вот в этой системе координат? Ведь я, на самом деле, я соглашусь с Евгением, то, что идет апелляция к элитам, группировкам, да, элитарным, а не к народу. Народ где-то вот ушел туда, за плинтус, в этой системе координат. Мы подданы. Это меня должно радовать? Нет. Меня не радует. Ну, мало ли, что вообще людей не радует. Так есть, так сложились обстоятельства. Хороший начал. Кстати, у власти находится, можно по-разному это называть. Можно называть это политбюро, можно называть это командой, можно называть это кланом. Кто-то скажет, что это класс бизнес-чиновников. Кто-то скажет, что этот класс или эта группа, этот социальный слой, он находится в связи с советской номенклатурой. Если мы говорим о 21 августа, если мы говорим об итоге этого процесса на данный день, то вероятно, 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 можно сказать, что группировка, которая находилась в власти в Советском Союзе, опять же, здесь я вот согласен, что персональный состав здесь не важен. Она вот превратилась в то, что мы имеем сейчас и то, что по-разному разные политологи, разные политики оппозиционные описывают разными словами, но, по-видимому, суть это одна. То есть, на самом деле, страной правят те, кто победил в 91-м году? Страной правят, если мы говорим о классе, о слое бизнес-чиновничество, я думаю, что да. Потому что, по сути дела, по сути дела, это вот вся последующая история нашего развития, ну, 90-х, во всяком случае, годов. Причем это вне зависимости от того, от конкретных людей, которые проиграли в этой игре. Это вот мечта поздней брежневской бюрократии, чтобы воровать сколько угодно и ответственности никакой. И, наверное, вот эта модель, она реализована. То есть, вы хотите сказать, что идеи членов реального политбюро Леонида Ильича Брежнева в жизнь воплотил Владимир Владимирович Путин? Нет, 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 я не говорю здесь о личности. Я тоже не говорю о личностях, о принципе. Я хочу сказать, опять же, это не вопрос Путина или Ельцина, это неважно, в конце концов. А вопрос, это все нюансы, это все нюансы. А вот то, что касается сути, она именно такая. И я хотел бы еще одну вещь сказать. Наверное, здесь стоит вспомнить работы Троцкого, эмигрантского периода, 30-х годов, о бюрократизации. Вот об этом слое. Он, правда, конечно, давал марксистское истолкование этому. Он говорил, что это все равно рабочее государство, но оно выродившееся, это не класс и так далее, и так далее. Но вот это подчеркивание совершенно вот этого класса, слоя, он там писал о 12-15 миллионах человек, которая оторвалась от остальных людей в стране, вот оно очень важно, мне представляется. И если мы говорим о движении о дальнейшем вперед, мне кажется, было бы правильно понимать, что речь идет, если мы говорим об изменениях, о превращении России в последующем в либерально-демократическое государство, об уничтожении вот этого слоя. А потом поговорим после вот этого громкого заявления, это такое многоточие перед кратким выпуском новостей, затем продолжим. 19 часов 17 минут в российской столице, это реальное время Финам.фм, здесь Евгений Минченко, Михаил Ремезов и Алексей Мельников, наше средство коммуникации финам.фм для писем, там же идет прямая веб-трансляция, вы мне пишите, что ее не включили. Нет, ее включили, ее я не знаю, почему не вывели на первую страницу сайта, но вы заходите в раздел «Смотреть», и там все нормально. У меня, по крайней мере, здесь в студии все работает, надеюсь, и у вас. Пишите, пока пишите, чуть позже мы подключим вам многоканальный телефон, пользуйтесь моим личным аккаунтом в Твиттере. Алексей, вот еще раз можете повторить последнюю фразу? Если вы хотели бы, чтобы страна была демократической, то... Уничтожение. Разумеется, он нуждается в уничтожении как социальной группы, как социальная группа, но по сути, здесь нужно понимать, речь, конечно, идет, наверное, можно в разных терминах это описывать, о смене элит, но так или иначе должен быть изменен порядок. Что бы там ни говорилось о Соединенных Штатах, о Великобритании, о, так сказать, о зависимостях, о кругах, которые там на что-то влияют, эти политики лично сменяемы. И это честные конкурентные выборы, потому что одна элита противостоит другой элите. Здесь этого нет. То есть, по слову уничтожения, вы имеете в виду честные, прозрачные, всенародные выборы? Я имею в виду цель этих выборов, цель этих выборов и изменение порядка, изменение порядка формирования власти. Но это надо просто отдавать себе в этом отчет, что эти изменения, они, конечно, и будет правильно, чтобы они протекали в мирной форме, но они будут носить революционный, революционный характер. И в этом смысле, вот тот день, о котором мы говорим, 91-й год, это только первый акт, это первый шаг к тому повороту, который должен быть сделан. Это незавершенная либерально-демократическая революция. Это Алексей Мельников. Евгений, пожалуйста. Ну, честно говоря, мне кажется, что после того, как Лев Давидович Троцкий творил там себе в Турции, Норвегии и Мексике, многое уже произошло. Поэтому революция менеджеров у нас уже закончилась. Мы видим, что сейчас у нас происходит прямо противоположный процесс тому, который обозначал Троцкий. То есть там-то была номенклатура, но эта номенклатура не была наследственной. Она не распоряжалась сама лично собственностью. А у нас-то как раз сейчас правящий класс хочет закрепления собственности за собой и передачи ее по наследству. То есть они доделывают то, что в свое время, ради чего, собственно, развалили Советский Союз. Это, кстати, советская партноменклатура для того, чтобы получить собственность, которую они могут передать по наследству. Сейчас этот процесс продолжается. Что касается управленческого класса, здесь же назывались цифры миллионы. Ну, у нас, честно говоря, не такой уж плохой управленческий класс и не такой уж плохой региональный бизнес. Я регулярно общаюсь, скажем, с региональными политиками. Вполне, так сказать, очень многие вменяемые люди, причем как в Единой России, так и в многих оппозиционных партиях. А замена класса, а на кого вы будете менять? Ну, у нас уже были прецеденты, так сказать, тотальной замены правящего класса. Не могу сказать, что это было хорошо. То есть я, конечно, за эволюционные изменения. Более того, могу сказать, ну, я так вот лично общаюсь с некоторыми членами этого политбюро и кандидатами в члены политбюро. Могу сказать, что вот это вот ощущение, что надо меняться, надо переходить на более прозрачные методы принятия решений, на более прозрачные понятные процедуры, на самом деле оно существует. То есть там же тоже не идиоты сидят. Другое дело, что у них нет ощущения остроты момента. Они считают, что в принципе и так все неплохо, но вот надо бы еще, ну, еще получше. То есть, в принципе, и так мы на четверочку-то работаем, ну, может быть, при желании, конечно, и на пятерочку. Не знаю, как они там себе оценки расставляют. Я тут посетил муниципальную поликлинику в городе Москве, да, прошу заметить. Я понял, что здравоохранения в России нет вообще. То есть его нет. Наличие денег еще ничего не означает, что ее будет предоставлена качественная услуга. А школы, ну, поверьте мне, мне пришлось для своих детей очень долго искать нормальную школу. Потому что, опять-таки, не школа, а педагог, да, я еду по улицам, я вижу, что распилены у нас дороги. Я выезжаю за пределы Москвы отдыхать, да, я вижу, что природа. Вот то, что богом создано, да, все замечательно. Все, что, где приложил человек свою шаловливую ручонку, да, это полное... Я к чему, Евгений, да, я не знаю, вот как они там себя оценивают по 5-бальной системе, дают себе 4, да. Вот что они в это вносят? Вы же с ними общаетесь, что они понимают-то? Вот под словом, ну, вроде ничего. Ну, понимаете, мы как-то с вами говорили в этой студии, не хочу повторяться, там доминирует вот такое восприятие, что лучший враг хорошего. Вот Путин, он на самом деле очень глубокий консерватор. Он исходит из того, что человеческая природа вообще плоха. То есть человек сволочь. Ну, в общем, да. По своей сути. Ну, не очень хорош, что человек грешен, да, в общем-то, в какой-то степени христианское такое восприятие, поэтому, ну, вот, какие-то слабости, какие-то грехи, совершенства быть не может, не ломай то, что работает. Вот, то есть, вот такой подход у Владимира Владимировича, можно там говорить, там, плохой, хороший. Этому, так сказать, подходу мы обязаны, в общем-то, этими вот пресловутыми тысячными нулевыми. Ну, и этому же подходу мы обязаны тем, что сейчас, ну, очевидно, у нас стагнация и в экономике, и в общественной жизни. И, наверное, действительно, что-то надо менять. Готов ли Путин к тому, ну, сам лично, психологически, чтобы меняться, на мой взгляд, этот потенциал у него есть. Но я эту вероятность оцениваю, знаете, процентов... Да. Я с многими разговаривал, в том числе с людьми, которые лично там давно Путина хорошо знают. Они говорят, все, люди не меняются в этом возрасте, все, до свидания, он будет делать ровно то, что... В этом году 60 лет, да? Да, он будет делать ровно то, что это делал всегда. Я, тем не менее, оцениваю, вот, готовность Путина к изменениям процентов 15-20. Я считаю, это высокий процент. То есть, предпосылок, то, о чем говорил Алексей Мильников, нет, я имею в виду к либерально-демократической революции. Нет, я думаю, что постепенно, рано или поздно, мы перейдем к либерально-демократическому и даже, наверное, национальному государству. Ну, не сейчас. Ну, не сейчас. И не завтра. И не завтра. А когда? В 2018-м? Ну, я думаю, что если Россия не развалится, то 10-20 лет. Интересный момент, Россия не развалится. Ну, конечно, такой сценарий, конечно же, возможно. Тоже существует. Конечно. Это при той самой замечательной бюрократии региональной, о которой говорилось только что, что она очень эффективная. Нет, я не сказал, что... Прогноз, прогноз, что если не развалится. Вот. Это очень интересно. Ну, поговорим. Не, ну, я просто вам... Не, вы сразу поясняйте. Поговорим, у нас времени не так много. Пожалуйста. Я хочу сказать, что гниль все это. И если что случится с Путиным, вот это недоразумение, путинское государство, которое существует исключительно благодаря внешним факторам благоприятным, экономическим. И рост у нас есть экономический, он существует. У нас совершенно не такая ситуация плохая. Он действительно есть, он реально есть. Реальный рост ПВП. Но надо просто понимать, что есть превходящие исторические факторы, а есть просто жизнеспособность этой системы. И в других условиях она просто будет валиться и разваливаться. И я вот еще хотел заметить, в отношении того, что кадров нет и так далее, сам процесс создает кадры. Сами честные выборы создают кадры политиков. Да, они пока неопытные. Да, они пока... Им нужно время для того, чтобы прийти. Но невозможно, если мы говорим о молодых людях, невозможно, чтобы люди шли в политику, если здесь нет никакой перспективы. На честных выборах. Они уходят, они уходят в бизнес, они уезжают из страны, они уходят в науку и так далее. Они идут на госслужбу, Алексей. Они идут на госслужбу, но это особая вообще психология. Работа в российских госорганах, она человек разлагает внутренне и превращает его просто в чудовище. Неспособные работать в либерально-демократическом государстве. А если мы говорим о том, что вот произошло в результате декабрьских выборов, вот у нас в Москве были муниципальные выборы. Целый слой людей активных, молодых, со своей позицией, со своими взглядами, там есть либертарианцы, например, пришли туда работать. И я уверяю, что если этот процесс будет дальше продолжаться, мы получим кадр политический. На самом деле, вы не противоречите господину Министерства? Конечно, конечно, нет. Он же согласен, на самом деле, с вами. Он сказал, что да, не завтра, но послезавтра. Вопрос просто в том, что начинать эти реформы никакие Путина ничего не делать не будут. Они уже показали, что они делают. Это возможно только силой, только давлением через честные выборы. Но так или иначе, через того, чтобы превратить вот эту имитацию в честные выборы, но так или иначе, нужно упорно по этому пути. Алексей, тогда еще раз уточню. Под словом «сила» что вы подразумеваете? Под словом «сила» я понимаю массовую явку на выборы, массовое противодействие фальсификациям. И вот только таким образом можно постараться мирным путем избрать свои власти и потом полностью поменять страну. У меня сразу большое количество вопросов к Алексею. Первое касается того, кого мы все-таки должны уничтожить. Ведь в том... меня страшит ни слова уничтожить. Михаил, а вы почитайте. Там все с фамилиями. Там речь-то шла как раз о том, о чем Алексей говорил. Не о политбюро. Не о персоналях. А о слове в 10-12 миллионов человек бюрократии, которые имеют тенденцию, как говорит Троцкий, к тому, чтобы отрываться от населения. Прежде всего, конечно, бюрократия есть фундамент. Демократии. Ни о какой либеральной или нелиберальной... Демократии или государства. Именно демократии. Демократии, так. Ни о какой либеральной или нелиберальной демократии без сильной бюрократии говорить вообще невозможно. В чем смысл с демократией? В том, что есть маятник. Да, ну вот это вот со сменяемости, где разные политические команды с разными политическими целями приходят. Да. Но за счет чего остается преемственность, за счет чего система не разваливается. За счет того, что приходит министр, но один правый, потом приходит министр левый, но сидит один и тот же зам. Условно говоря. Не обязательно один и тот же персонально. Из одной и той же школы. Фактически да. Который обеспечит, во-первых, надлежащее выполнение тех целей, которые дадут политики. И во-вторых, некий приоритет рациональности, инструментальности, эффективности в любой политике, какой бы она ни проводилась. То есть бюрократия обеспечит красные флажки, некий коридор возможностей, за которые выходить нельзя. Это аксиомы известны. Сразу с торпедой. Какие красные флажки нынешняя бюрократия выставила обществу и вообще вот в этой системе координат? Нет, я-то хотел сказать как раз, что наша проблема не в том, что у нас очень много бюрократии, большая, сильная. А у нас все-таки ее много. В том, что это не совсем бюрократия. То есть мы нужна в бюрократизации, а не в дебюрократизации этого класса. Вот, то есть в том, чтобы он больше соответствовал классической модели бюрократии. А то трать их от бизнеса. Да, сегодня он слишком напоминает феодальный слой какой-то. И очень характерно, что Евгений упомянул о том, что есть стремление обеспечить наследуемость социальных статусов. И причем не только непосредственно собственностью, но именно вот этих вот социальных статусов. Потому что классическая бюрократия, она меритократическая. Она основана, условно говоря, на том, что человек, как социальная единица, он восходит вверх по социальной лестнице. Дальше его дети, конечно, не получат какой-то социальный капитал, образование, связи. Но они сами будут карабкаться по социальной лестнице. Вот, у нас есть стремление обеспечить наследуемость. У нас есть стремление к тому, чтобы вместо бюрократии было какое-то новое боярство или дворянство. Михаил, я с вами согласен полностью. Единственный есть такой момент в этой системе координат. Это несправедливость. Основная масса российского народонаселения, в том числе и я, считаю, что народ обделен. Обделен именно возможностью зарабатывать, иметь активы. Я это произношу без всякого пафоса. Я не ставлю под сомнение итоги приватизации. Ради бога, приватизировали. Все, тема закрыта. А я ставлю. Ну, я знаю, что и многие ставят. Но я предпочитаю эту тему не поднимать. Я за то, чтобы окончательно приватизировать все, что есть у государства нынче. И отодрать бюрократию от бизнеса. Со мной многие не согласны. Но, понимаете, есть в этой системе, еще раз подчеркну, несправедливость. Основная масса людей не согласится на наследуемость, на легитимацию тех активов достижений, социального статуса, чего угодно, вот по нынешней российской элите. Мы сейчас прервемся, затем продолжим. 19.32. Продолжаем наш разговор в реальном времени. Здесь у нас в гостях Михаил Ремезов, Евгений Минченко и Алексей Мильников. Ваши мнения, вопросы, комментарии отправляйте на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Вижу ваши письма, которые вы мне присылаете в личный аккаунт в Твиттере. Пишите, звоните, все средства связи к вашим услугам. Алексей, вы сейчас мне за эфиром сказали, на самом деле есть ответы на поставленный вопрос. Ну, я прежде всего, во-первых, хочу сказать, что вот то, что сказал Михаил, по сути здесь я не спорю с этим. Потому что, конечно, речь не идет о том, что надо вообще ликвидировать чиновников. Но речь здесь идет о другом. Речь идет о том, чтобы ликвидировать политическое значение вот этого класса бизнес-чиновничества. Отвечать перед гражданами должны политики, которые избираются на честных конкурентных выборах. А вот то, как они бюрократию формируют, вот нужна, необходима политизация бюрократии. Вот в этом смысле. Вот это нуждается в изменении, если говорить с этой стороны. Теперь, если говорить вот о приватизации, здесь есть тоже ответ, причем не со стороны социалистической, не со стороны левой, а со стороны правой. Этот вопрос тесно связан с честными выборами, честная конкуренция. То, что получено в результате приватизации, это одна история. Но надо это еще сохранить в условиях честной конкуренции. Если мы посмотрим на экономическую жизнь, с ее постоянной сменой в условиях честной конкуренции лидеров, те, кто не в состоянии это имущество, кто не в состоянии предоставлять качественные товары и услуги, он все равно проиграет. И важно, чтобы порядок экономический был устроен и политический таким образом, чтобы он давал возможность подниматься предпринимателям. Чтобы уничтожить этот раковый нарост, вот эти метастазы, о которых мы не говорили, на теле российской экономики госкорпорации, так называемые. Вот о чем идет речь. Если это будет спустя 10, 15, 20 лет, люди об этом забудут. И порядок будет совершенно другой. Люди будут смотреть на предпринимателя, добившегося успеха самостоятельно, как на выдающегося человека, как на выдающегося гражданина. А то, что касается собственности, которая получит, нужны одни навыки для того, чтобы это получить у власти, и совсем другие навыки нужны для того, чтобы заниматься бизнесом. Даже если ты собственник, и у тебя сидит профессиональная команда менеджеров. Все равно ты должен принимать решения как собственник. И вот в этом смысле, вот на самом деле, бизнес чиновничества, оно дало ответ. То, что они стали создавать госкорпорации, то, что они стали давать некоторым из них преференции, ну, например, «Газпром» и «Роснефть», работа на шельфе и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит очень хорошо о том. Да и по другим тоже. Они не могут, они не могут работать в условиях честной конкуренции. Они проигрывают частным компаниям. И это второй элемент той реформы, которая должна быть проведена. Соответственно, все бизнес-корпорации, так называемые государственные, они должны быть уничтожены. Слушайте, ну это, у нас был опыт, допустим, ровно по такими лозунгами осуществлялась реформа РАО ЕС. Ровно по такими, что должно быть больше честной конкуренции, значит, в отрасли инфраструктурной, сложной, где вообще возможность конкуренции под большим вопросом находится. Вот это сделали. И стало гораздо хуже. Я не говорю об отраслях естественной монополии. Я говорю вот о тех отраслях, где на самом деле олигополистическую рыночную структуру, как говорят экономисты, где есть несколько компаний. В частности, нефтегазодобыча. То, что касается отраслей естественной монополии. Ну, а транспортировка, допустим. Вы знаете, я вам скажу так, я вам скажу так. Значит, здесь естественно должно быть регулирование. Здесь естественно должно быть тарифы. Это не регулирование, а просто иногда прямая собственность. Подождите, это вообще не вопрос собственности. Это может быть и частной собственностью, но это вопрос, это вопрос регулирования тарифов для других участников, которые имеют доступ к этой инфраструктуре. Проблема не только в тарифах, в том, что тарифы растут, а инвестиций все равно нет. Хотя долго обещали, что у нас будет снижение тарифов в рост инвестиций. С точки зрения нашей темы, с точки зрения нашей бизнес-бюрократии, мы что таким образом хотелось бы добиться? Первое, чтобы этим не управляли чиновники. Раз. Чтобы они не сажали туда своих детей. Два. Вот это очень важно. Вот это очень важно. А то, что касается... Они детей сажают к частному бизнесу. Вы знаете, я вам хочу просто сказать, что... Подсаживают знакомые с частного бизнеса. Это с таким же успехом. Это происходит вот в условиях этого тотально коррумпированного государства с так называемым эффективным региональным и прочим чиновничеством. Это, конечно, возможно. То, что это так происходит. Но если будут честные конкурентные выборы, если будет сделана ставка на частную собственность, если будет сделана ставка на жесткое регулирование естественных монополий, то это все постепенно уйдет. У чиновника же останется функция регулятора. Причем эти функции регулятора могут быть сколь угодно значительными. Потому что отвечать за это будет не чиновник, а политик, который избирается на честных выборах, на конкурентных. А его отношение с чиновником — это его внутреннее дело. Вот, скажем, отношение Обамы с теми людьми администрации, которых он назначает, — это его внутреннее дело. Отвечает за все Обама, избранный перед избирателями. То же самое и здесь. Если это доставляет неудобства рядовым избирателям, если это доставляет неудобства бизнесу, то возникает давление на этого политика. И механизм, как представляется, он должен работать таким вот образом. Евгений, а что скажете? Вы так отмалчиваетесь. В своем докладе ведь вы пишете о Сечине, который пытается стать основным игроком. Ну, здесь просто про топливно-энергетический комплекс заговорили. Ему противостоят, я практически вас цитирую, бизнесмены Тимченко и Ковальчук. Ну да. Плюс, значит, вице-премьер Дворкович и так далее, и так далее. Вот ваш тогда взгляд на происходящее. Вот с точки зрения хорошего бизнеса, с точки зрения управления экономикой. Вот это же бульдожье схватка под ковром. Ну, почему уже над ковром? Как раз мы об одной из особенностей текущего момента пишем, что конкуренция между элитными группами становится все более и более публичной. То есть, смотрите, у нас же эта чудесная история, когда выходит пресс-секретарь, премьер-министр, госпожа Тимакова, говорит, да нет, ну что вы, нет никакой директивы, не может быть Сечин представителем совета директоров. Он говорит, да нет, извините, есть директива, подписал. Председатель правительства, Путин Владимир Владимирович, перед тем, как уйти с этого поста. Будьте добры, так сказать, получите. Вот, мы видим, что выплескиваются регулярно разногласия, происходят какие-то сливы. То есть, нет, на самом деле, эта вот конкуренция, она становится все более и более публичной, ничего с этим не поделать. И учитывая, что можно по-разному относиться к этому пакету политических реформ, я достаточно критично отношусь. Но, тем не менее, хода бедно, партии новые можно создавать. Губернаторские выборы, хоть в урезанном, хоть в куцовом виде сделали. То есть, соответственно, конкуренция и на региональном уровне будет тоже все более и более публичной. Вот, поэтому, да, есть конкуренция. Вот она у нас вот в таком виде. Постепенно она будет корректироваться, если не произойдет каких-то катаклизмов. Потому что, действительно, главная проблема этой системы, которую сейчас Путин выстроил, то, что она еще более медленная, чем та, которая была до этого. Потому что вот создание вот этих вот параллельных структур, параллельных моделей, плюс, понятно, так сказать, Путин, для того, чтобы удерживать свое лидерство, он продолжает еще целенаправленно дробить какие-то создающиеся коалиции, дробить кланы. Ну, то есть, там была Медведевская коалиция второго срока, которые, там, как-то там примыкали, грубо говоря, Шувалов и Сурков. Сегодня, то есть, Путин целенаправленно подтягивает Шувалова под какие-то ставят задачи, Суркову, то есть, поручает какие-то важные вещи, говорит, ребята, не волнуйтесь там, что было, то прошло, мы и с Дмитрием одна команда, и вы в моей команде, не волнуйтесь, все, то есть, перетягивает к себе, создает противовесы в рамках каких-то, то есть, сфер влияния элитных групп. То есть, грубо говоря, есть сфера влияния, там, в энергетике, вот, братьев Ковальчуков, группа Банка России. Тем не менее, там есть, в общем-то, очень автономный Кириенко, и когда была в прошлом году попытка его убрать с его поста, Путин за него заступился. В группе Сергея Чемезова, там, ВПК, там, начал Путин поднимать Сиенко, Уралвагонзавод, создавать, то есть, тоже новую фигуру. Ну, то есть, игры идут, но когда вот количество вот этих игроков, оно увеличивается, с одной стороны, вроде, хорошо, есть конкуренция, но, с другой стороны, конкуренция не публичная, плюс, иногда, инструменты в этой конкуренции, они эффективны именно с точки зрения апелляции к конкретному человеку. Ну, например, вот этот проект, хороший лоббистский проект, под названием «Рабочий Уралвагонзавода за Путина». То есть, Путину понравилось, но это не имеет никакого отношения к воздействию на общественное мнение. То есть, на самом деле, вот этого публичного ресурса поддержки, его нет. Хотя, я не удивлюсь, что, например, если, например, Якунин сейчас попробует создать что-то такое православное, да, то сказать... С Полтавченко. Ну, с Полтавченко, там, сам по себе. Ну, напрашивается какой-нибудь тоже такой проект, там, грубо говоря, под кодовым названием «Православные за Путина». Ну, тоже можно с этим играть. Знаете, все бы это ничего, меня не устраивает в этой системе координат один принципиальный момент. Если выдернуть чеку, а в данном случае арбитра, а еще его очень часто называют президент Российской Федерации, да, то вся эта система грохнется. И грохнется так, что мало никому не покажется. Я так предполагаю, что август 91-го года крах СССР может показаться так цветочками. А вот если продолжить аналогию... Алексей Мельников. Да, аналогию, которую Евгений начал, вот с Политбюро, вот это все очень напоминает игры внутри, там, верхушки партии. Вот это такая, но есть еще и другие противоречия в нашей стране. Есть противоречия, вот если мы говорим о нефтегазовой сфере частного бизнеса, с тем, что делают так называемые государственные компании, кстати сказать, итоги их выдающегося освоения шельфа за последние 10 лет, ну так это надо просто почитать, то, что об этом говорят сами люди, находящиеся вот в этой группе, там, в Политбюро или около Политбюро и так далее, и так далее. Они совершенно плачевны. Есть совершенно другие противоречия. И жизнь экономическая, политическая в нашей стране, она идет не только среди вот этой группы. И поэтому вот это нужно иметь в виду. И мне кажется, что это нужно правильно, так сказать, понимать. Я вот просто еще одно маленькое, буквально, замещание о Троцком хотел бы сделать историческое. Он в одном ошибся. Он считал, что бюрократия здесь, она вот установит капиталистический строй, и будут капиталисты, которые будут тут влиять. То есть система будет подобна либеральным демократиям. Он не предвидел того, что она собственность сохранит. Так или иначе, либо там через своих детей, либо через своих кассиров, либо через госкомпании, там, как угодно и так далее, и так далее. Вот это была ошибка. А вот в остальном это, мне кажется, взгляд был гораздо более правильный, чем то, что писалось в СССР об этом. Но с точки зрения Троцкого, Сталин и построил капитализм, государственный капитализм. Собственно, леваки в западном мире так и говорили, что СССР это государственный капитализм. И в этом смысле разница, а потом дальше пришли теоретики, которые говорили, что и там, и там индустриальное общество. И разница между способами управления, однопартийной или многопартийной, она не критична. На связи с тем, что сегодня в Туркмении создали партию промышленников и предпринимателей, вторая партия, это очень интересный такой момент. Вообще, я хочу просто произвести, опять же, в 91-й год, 20 лет. Тогда все шло на волне, вот после уже этой трансформации, что сейчас будет дерегуляция, будет саморегулирующаяся экономика, и она сама все отрегулирует и настроит. Сейчас то же самое. Или будут свободные выборы, будут честные конкуренции. Точно так же политическая элита, управленческая элита автоматически создаться. Ничего автоматически не создаться. А кто это утверждает, Михаил? Вы знаете, ну вот вы только что несколько раз говорили о том, что если у нас будет свободный выбор, то политический класс сам собой сформируется. Правильно поняли. Очень хорошо, что вы так не считаете. В данном случае для меня непринципиально является ли эта позиция ваша или нет. Но эта позиция очень часто высказывается. Я поддерживаю свободные выборы и считаю, что действительно политический класс нуждается в таком тренинге. Но это не панацея, к сожалению. Мы не можем просто отпустить вожжи и рассчитывать, что если мы проведем иное количество избирательных кампаний с непредрешенным финалом, с честной процедурой, то на выходе мы получим качественный политический класс. Глубокому сожалению нет. Потому что для демократии важен... Да, ну и предсказуемый выбор. Важно. Я добавлю Михаила тоже, а значит, это не факт, чтобы получить качественный политический класс. Конечно, нет. Нынешняя Государственная Дума у меня вообще вызывает... Дальше поставлю многоточие. Много вопросов. Шансов еще меньше. На самом деле, на мой взгляд, демократия это в каком-то смысле не технология создания развитых обществ, а привилегии развитых обществ. То есть те общества, в которых элиты являются достаточно взрослыми, развитыми, умными, старыми. Старыми, подчеркиваю. Вот у нас эти кланы все, однодневки. В Америке кланы десятилетиями. Мы предшествовали очень бурные события американской истории. Безусловно. Так вот, там где элиты умные, старые, зрелые, идеологически мотивированные, ценностно мотивированные, чаще всего патриотичные, там демократия работает. Там, где элиты состоят из этих однодневных, из этих пузырей, которые могут очень раздуваться до больших размеров и легко лопаться, из людей, которые мыслят не поколениями, не десятилетиями, не континентами, а которые мыслят в довольно мелком масштабе, несмотря на объем активов, которыми они распоряжаются, там демократия не будет работать. Там честные выборы ничего не сделают. Я не могу, нам просто сейчас на новость надо уйти, но не могу не съязвить, что называется. Вот нынешняя путинская элита доказала, что она вся однодневная. Судя по тому, как эти ребята выводят деньги, покупают особнячки, и потом государственный пропагандистский канал об этом два дня рассказывает. Я просто задаюсь вопросом, они идиоты окончательно или нет. Я конкретно говорю про Бородина, про Банк Москвы, про этот особнячок за 140 миллионов фунтов, да? И вот она элита. Я об этом уже... Он их взрастил. Я говорю, я как раз говорю о том, что вот это честными выборами не исправить. Как это не страшно? Простите, прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19.49, это реальное время Финам-ФМ. Сегодня у нас очень интересные разговоры, интересные гости. Михаил Ремезов, Евгений Минченко и Алексей Мильников. Так или иначе, мы вот оттолкнулись от сегодняшнего доклада Политбюро 2.0, который подготовил Минченко-консалтинг. Кто не прочитал, найдите. Это, я думаю, можно найти во всех сетях. Там ряд изданий опубликовали. Почитайте. Ну, у нас на сайте полный текст, презентация к нему. Можно там найти. Я, по-моему, там и читал, да. 65 10 99 6, код Москвы 495. Это телефонные звонки. И, значит, и финам.фм, это наш портал в интернете для ваших писем. Вот я читаю сообщения, да, которые пришли. Просто я хочу эти 10 минут в интерактивном режиме отработать, да. Пока мы будем ждать 10-20 лет. А, кстати, у меня тоже сложилось впечатление, что вы все трое при разнице подходов сошлись на том, что это не завтра, не после завтра. Я Михаилу отвечу, что вот то, что он сказал, это именно то, что делают эти власти. Значит, выборы ничего не решат. Вот у нас есть такая замечательная литра. Что в ней замечательного? Что замечательного, например, какого-нибудь господине Горавуни, Говоруни или Шувалове? Это вообще кто такие? Кто это такие? Кто это такие? Вот. Я могу вам рассказать? Не надо, да знаем, знаем, да. Значит, вопрос просто в другом. Но это действительно смех вызывает, и правильно. Значит, у человека, который знает, кто это такие. Значит, вот вопрос. Это замечательная элита. А кто сказал про замечательную элиту? Я хочу сказать следующее. Вы фактически сказали. Я сказал? Да, фактически. Потому что выборы ничего не решат. Выборы ничего не решат. Ничего не надо. Мы будем сидеть дальше у власти. Будем делать ровно то же самое, что мы делаем. Нет, секундочку, секундочку. Выборы говорили, что ничего не решат, честные. Ничего они не решат. Выборы не создадут элиты, безусловно. Значит так, на выборы пойдет та элита, которую вот эти граждане, сидящие наверху, элиты не считают. Вот туда пойдут вот эти люди. Вот точно так же, как коммунисты не считали элитой тех людей, которые их снес, в конце концов. Так же и здесь будет. И правильно не считали? Оказали, что те, кто их не считали, были не элиты, а людьми очень низкого качества. Эти люди, которые пришли к власти. Я не знаю людей более низкого качества, тем те, которые сейчас управляют нашей страной. Вот что я вам могу сказать. Поэтому это вопрос оценок. Понимаете? Оценок. А я знаю. И вижу многих из них в оппозиции. Если мы посмотрим, если мы посмотрим, значит, знаете что? Вот решать будет избиратель. Вот избиратель скажет, эти люди очень низкого качества. Вот будут выборы в Химках. Вот он скажет, так, Чирикова замечательный общественный деятель, мэр никакой. Выбирать не будем. Но должны решать граждане, а не Путин. И вот эти люди, которые находятся у власти. И вот если такой подход будет реализовываться, а вот то, что вы, Михаил, говорите, вы меня извините, и то, что делают эти люди, потому что они ваши мысли реализуют, ну, они, может быть, конечно, не вы им это предлагаете, так уж получать. Вот это просто путь к развалу и к концу, к которому пришел Советский Союз, который совершенно нельзя было реформировать. Именно по этой причине. Именно по этой причине. Мы там подождем. Так, Михаил, будете отвечать? Конечно. Алексей ничего не услышал. Я сказал о том, что демократия — это привилегия... Ну, за то, что вы сидите рядом. ...это привилегия развитых обществ. Там, где существуют зрелые, умные, старые элиты. Но этой автоматической технологии не создает такие элиты. И в нашем случае, там, где элиты однодневок, там, где элиты состоят из людей, которые ориентированы на exit strategy, значит, на вывод капиталов, либо на очень короткий горизонт извлечения прибыли, демократия не перевернет эту ситуацию. Абсолютно. То есть, необходимы другие факторы. Необходим нацбилдинг. Необходимо создание сильных идеологизированных движений, которые обеспечат политическую этику сквозную, которые обеспечат взаимные обязательства между гражданами. Необходимо создание ценностных групп, ценностных коалиций в элите. Все это востребует, безусловно, их конкурентные выборы. Но конкурентные выборы — лишь одно из небольших звеньев в этой цепи. Да все это уже есть в зародыши. И ни при каких честных выборах такие люди, как Бородин, находящиеся при... А он нигде не избирался и не будет избираться. Он не избирался, но он находился, он находился при людях, при людях, которые на честных выборах не избирались. И ровно то же самое, можно сказать, обо всех кассирах. Вы знаете, Лужкова избирали в том числе и на честных выборах. Подождите, я вам хочу сказать следующее. Я думаю, что сейчас бы его тоже избрали. И сейчас бы его тоже избрали на честных выборах. Я вам хочу сказать следующее. Возможные выборы могут проходить по разному сценарию. Да, может не найти сильного кандидата. Но по сути эта система, о которой я говорил, она гораздо более честная и возможная. И то, что вы говорите, что нет идеологических движений, абсолютно этого не существует, что вот якобы существует безвоздушное пространство. Вот это вот Политбюро сидит, замечательное, с Путиным во главе. А больше нет ничего. Абсолютно. Вот больше нет ничего, только вот будут честные выборы. Куда придут вообще непонятно какие люди в виде кандидатов. Да есть такие люди среди журналистов, среди ученых. Есть такие люди среди предпринимателей. Вопрос просто в том, что дайте возможность, дайте выбираться. И вы увидите, что результат будет. Обязательно будет. Это Алексей Мельников, Евгений Минченко. Ну, я боюсь, не выдержу вот этот вот накал митинговый. Да, поэтому буду пытаться несколько спокойнее разговаривать. У нас на самом деле есть реальная проблема у нашей элиты. И она не в том, что там честные выборы, не честные выборы. Я, естественно, за честные выборы, то сказать, я выборами себе на жизнь зарабатывал, то сказать, больше десяти лет. Вот, поэтому проблема-то в чем? Действительно нет ни национальной идеи, а вообще национальной стратегии. К сожалению, в последние месяцы произошла крайне неприятная вещь. Проект большой Европы, то есть Евросоюз плюс постсоветское пространство с Россией как лидером, как единое пространство с общими стандартами, с общим рынком и так далее, этот проект фактически умер. Он и так, в общем-то, дышал наладом. Но делом пусирает, я думаю, он похоронен, к сожалению. А нового проекта, альтернативного нет. То есть можно сколько угодно мечтать про православный Иран, нет у нас только фундаменталистов, чтобы у нас был православный Иран. И можно сколько угодно мечтать о новой авторитарной мобилизации, не готова нынешняя элита к авторитарной мобилизации, не готова ни в одних ботинках ходить, за границу не ездить и так далее. Опять не получается. То есть проблема на самом деле очень серьезная. Это кризис целеполаганий. И, к сожалению, к сожалению величайшему, оппозиция сегодня альтернативного проекта не предлагает. Они говорят, а давайте вот этих вот, так сказать, снесем. Ну давайте. Что делать-то будете? А честные выборы покажут. Блин, ну извините. Ну как-то все-таки хоть какую-то идею, друзья, предложите. Притом то, что делает сейчас удальцов, когда говорит, да, замечательно, вот есть татарские националисты, которые, так сказать, за то, чтобы отделиться. Ну и ничего, с ними будем вести дело. Удальцов такое говорит? Ну он с ними встречался, по сути. Я боюсь, так сказать, переврать слова, но как минимум. Была встреча с теми людьми, которые продвигают идею отделения Татарстана. Ну да, это тоже с ними можно вести диалог. А я считаю, что не о чем вести диалог с такими людьми. Вот. Ну да, потому что реально риск развала страны есть. Мы сегодня на геополитической растяжке. Идет холодная война штатов с Китаем, к сожалению. И те, и другие нам говорят, ребята, давайте с нами. С Китаем вообще непонятно. У них сейчас там будет меняться руководство. Причем очень жесткими методами меняются. Там жену Бусилая только что к смертной казни приговорили. Условно. Условно, да. Ну, тем не менее. Был человек, один из претендентов-приемники. Взяли, снесли. Его нигде нет. Жена приговорена к расстрелу. Ну, условно. В любой момент расстреляют. Чудесно. Вот. И что там с китайскими товарищами дальше будет происходить? Какие у них будут стратагемы? Большой вопрос. То есть вы хотите сказать, что внешняя угроза такова, что лучше оставить нынешнюю статус-кво? Тоже, к сожалению, не работает. Понимаешь? Я боюсь, что... Здесь я с господином Медликовым согласен. Они прогнили. Ну, прогнили, не прогнили. Проблема в чем, что элита... Вот у них, понимаете, в чем... Хорошо. Заявились. Мы хотим, чтобы мы были наследственной аристократией. Чудесно. Дальше, ребята, вы тогда продемонстрируйте какие-то качества, которые показывают, что вы действительно отличаетесь. Вы некий новый сорт людей. Как английский джентльмен. Та же самая, так сказать, аристократия в латиноамериканских странах. Ну, по сути дела, потомственная. Она в том числе за счет чего работала латифундисты, армия, бизнес. Да, так сказать, какая-то жертвенность. У нас кто-то, Шувалов демонстративно, так сказать, сына отправил в воздушно-десантные войска служить. И то, так сказать, неплохо. Но это вот разовый такой ход. Больше мы ничего такого не видим. Зато других ходов полно. Да. В обратную сторону. Да, мягко говоря. Согласились. Я просто хочу, слушайте, давайте полтора минуты отдадим нашим слушателям. Сейчас вот будем слушать без комментариев, да. Ваши мысли, пожалуйста. 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Здесь Михаил Ремезов, Евгений Минченко и Алексей Мельников. Я хочу услышать. Вот много чего было сказано, да. Пожалуйста, теперь ваше мнение. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Илья. Да. Я, честно говоря, не очень согласен с вашими сегодняшними гостями. А с кем из них-то? Я, к сожалению, забыл, кто говорил про проблему целеполагания в оппозиции. Что они говорят, что в честном выборе там все решится. Да, 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 я говорю. Получается, знаете, история гражданской войны, когда Белое движение говорит, ну, убьем коммунистов, а дальше учреждение собрания решит, что делать. А я считаю, что это не так. Я считаю, что у многих людей уже появляются какие-то конкретные мысли. Цельной программы нет, да. Но конкретные мысли, предметы, они... Спасибо. Да, так. Добрый вечер. Мы договорились, что мы не комментируем. Эдуард? Как вас зовут? Добрый вечер. Великий Лук, Эдуард. Да, Эдуард. Ну, тут, в общем, в контексте разговоров есть такое понятие духовная матрица, да, от русского народа. И просто вывод такой, что вот какой бы вас мы не избрали, даже тоже Навальный придется с самым лучшим пожеланием помыслами. Вот эта вот матрица, которая у нас за тысячелетиями сформирована, она из правительства Навального сделает такого же самого монстра, который мы сейчас имеем в лице власти Путина. То есть кто бы не пришел? Кто бы не пришел к власти, да. Вот эта духовная матрица византийская русского народа, она сформирует то же самое, понимаете? Да, спасибо. Кто улыбается? Да все улыбаются. Да все улыбаются. Господин Миченко, короткий комментарий, почему улыбается? Слушайте, ну эти все разговоры, да вот у нас народ вообще не менялся, как при Иване Грозном, что при Иване Грозном, что сейчас народ тот же самый. Ну меняется народ, не меняется стремительно. Посмотрите, как изменилась на самом деле ментальность нашего населения по сравнению с 80-ми годами. Разительно поменялось, просто разительно. Поэтому нет, конечно же от людей очень многое зависит, от элиты очень многое зависит. А у элиты огромная ответственность. И, конечно, я думаю, что главная на самом деле претензия к нынешней элите даже там не их заявка на наследственность, не коррупция, а главная претензия это отсутствие понятного проекта вообще, куда двигается страна. Я думаю, это главная проблема. К сожалению, наше время завершилось. Господа, спасибо вам огромное. Михаил Ремезов, Евгений Минченко, Алексей Мильников были сегодня в реальном времени на Финамо ФМ. Академия Минченко. Субтитры создавал DimaTorzok